ну и вот наконец разработчики поделились информацией о главной награде грядущего боевого пути это будет внезапно убит 10 уровня стритсвагн 2000 выглядит этот убит довольно необычно и интересно но опять же на мой вкус но для начала перед тем как посмотрим какие там характеристики приготовили для него давайте пройдемся по истории этого танка в 1984 прямо в год моего рождения шведская армия начала исследование целью которых было создать собственный танк нового тысячелетия способны противостоять последним советским машинам в особенности т-80 у планировалось проецировать инновационный и эффективный танк первой задачей рабочей группы стало исследование проектов удес 11 15 16 и 19 подготовленных в 1970-х в рамках программы удес и составление списка основных требований к стр в 2000 эти требования касались в первую очередь защиты и вооружения в голову угла ставилось бронирование а значение огневой мощи и подвижности было меньше в 1985-м военным предоставили обновленные проекты удос и с этого начался новый этап программ в ходе работ выяснилось что огневой мощи стандартные 120 миллиметровой натовской пушки от rain metal недостаточно так что была запущена дополнительная программа по созданию 140 миллиметрового гладкоствольного орудия для нового танка кроме того для борьбы с легкими пушками машину должны были дополнительно вооружить 40 миллиметровой автоматической пушкой боффорс бронирование задумывалось дифференцированным с использованием керамических элементов и дз в лобовой части несмотря на то что такой танк весил бы более 50 тонн его планировали обеспечить сравнительно хорошую подвижность в 1987-м были готовы первые три прототипа данный танк представляет собой самый последний обозначенный как т-140-40 этот вариант получил низкопрофильную башню и 140 миллиметровую гладкоствольную пушку с автоматом заряжания он стал единственным работой по которому продолжились в 1980-х был изготовлен деревянный макет т-140-40 однако кончание холодной войны и распад советского союза как обычно привели к урезанию европейских оборонных бюджетов в 1991 году решено что для шведской армии выгоднее закупать естественно немецкие леопарды чем создавать собственный танк и проект стр в 2000 закрыли ну и наконец давайте перейдем к тому что же из себя этот стр в 2000 будет представлять в игре но естественно это главная награда боевого пути в который вы сможете забрать по достижению 50 уровня но и как обычно все приведены ниже цифры пока предварительные ну и собственно не зря у вас на экране объект 195 потому что там тоже есть помимо довольно злого но кривого орудия и 30 миллиметровая автопушка здесь же она будет 40 миллиметровая и это должно обеспечить еще большую гибкость применения этого обт что по броне собственно потому что вроде как этот танк же основной упор при разработке делали как раз на бронирование и в общем бронирование здесь будет похоже на бронирование тайпа 10 а потому что там в общем-то вся лобовая часть и борта будут защищены композитной броней нера я напомню это броня работает по такому принципу что в начале боя у тебя максимально хорошая защита но со временем при попаданиях у тебя ее становится все меньше и меньше то есть это нестандартная дэзэшка в который один раз попал и у тебя все дэзэшки нету там нужно побольше попаданий но потихонечку в итоге потихонечку у тебя нлдшка и в общем корпус становится зеленее хотелось бы конечно увидеть на каком-нибудь в инспекторе брони а как это выглядит но инфы нету есть только описание лоб башни будет практически неуязвим для всех снарядов в лд и крышу корпуса в лобовой части не получится пробить пока комплектный рецел ну и нлдшка будет уязвимая для стандартных снарядов опять же потом посмотрим насколько это нлдшка будет сильно уязвима насколько она будет большое борта будут защищены скорее только в основной передней части также как и башня а вот задняя часть корпуса и башни будут уязвимы для снарядов сразу же самого начала боя также у нас для защиты еще будет кастрофе и это уже хорошо что по подвижности под капотом будет полторы тысячи лошадиных сил что позволит вам разгоняться до 70 километров максималки до 32 километров будет разгон за 5 и 2 секунды гидравлической подвески здесь не будет как у тайпа и поэтому конечно возникает вопрос что там будет с увенами ну и как раз давайте перейдем уже к огневой мощи основное орудие это 140 миллиметров с двумя вариантами боеприпасов либо бобсы у которых будет 825 миллиметров пробития и 860 урона за выстрел ну и кумули 990 миллиметров пробития 1120 урона за выстрел перезарядочка здесь будет прям скажем не ахти 10 секунд при этом урон в минуту будет получаться всего 5160 единиц но орудие будет по идее довольно комфортным то есть подниматься она будет вместе 40 миллиметровой автопушкой до плюс 15 опускаться до минус 9 ну и вроде бы как скорость прицеливания и точность должны быть неплохими но и надо не забывать о 40 миллиметровой автоматической пушки боффорс она будет стрелять бобсами с пробиваемостью в 230 миллиметров очередями по три выстрела используя ту же систему которая есть у ббмки гриффин 50 миллиметров так что 230 миллиметров пробития не должно вас смущать потому что каждый последующий снаряд будет иметь уже более высокое пробитие то есть в итоге а третий снаряд в очереди будет иметь на 75 процентов больше пробоя что касается остальных характеристик кто в общем-то дальность обзора и незаметно здесь будет такая же как и другие хоботы на десятом уровне в активных способностях у нас будет форсаж который временно улучшает ускорение и максимальную скорость за счет маневренности но и в итоге вырисовывается этакий универсал в общем так так же как и на объекте 195 вы сможете на нем шикарно играть что в пвп что в пве но особенно в пве потому что там куча картона вы пока отстреляли с этой пушки у вас есть возможность наваливать с автоматической пушки и тем более учитывая такой пробой но который в базе 230 но по факту увеличивается очень серьезно не знаю сколько будет разовый урон у снарядов но тем не менее получается что этими этой автопушкой вы сможете разваливать и не только картон например как у объекта 195 в основном для картона опять же хотя это только на практике точнее в теории по сути если вы удачно зашли в борту bt вы и в борт можете напихать с этой автопушки избивать гусеницы но а учитывая какой здесь будет пробой то вполне возможно что вы иногда сможете я думаю нащупать и уязвимые зоны и некоторых обт прямо во лбу в общем похоже да определенно эта машина будет похожа на этого объекта но все-таки немножко будет за счет того что пушка здесь не просто будет автоматическая пушка типа она вот только больший калибром а вот именно с этим принципом как у гриффина это будет довольно интересно опять же мне очень нравится такие у бт у которых есть сочетание ты сможешь и так и так пострелять и в разных ситуациях все так же будет зависеть от того сможете ли вы вовремя быстро переключаться между этими вооружениями и в нужный момент включать эту автопушку но это уже интересно по крайней мере по остальным характеристикам я так понимаю он будет комфортный но по крайней мере да без всяких там без этих подвесок до минус 9 градусов это уже офигенно то есть из-за рельеф чека точно вы будете спокойно вылазить и не пробиваться да все у вас будет в этом плане нормально случае чего переключаться на автопушку если подвижность тоже будет нормальная в общем интересно пока звучит интересно надеюсь получится потестить этот объект этот объект ст рв 2000 до того как он собственно поступит уже в марафончик но это уже будет видно только потом на этом у меня все не забываем ставить лайкос и увидимся в следующем видео пока пока